В Первомайском районе города Димитровграда строят школу на 1100 мест. Все работы, по словам подрядчиков, ведутся по графику. Отчет о ходе работы Алексей Русских заслушал на строительном часе. В районе, где строится учреждение, вопрос новой школы стоит остро. Местным ребятам приходится учиться во вторую смену в школах номер 2, 9 и 19. Именно поэтому в 2020 году было принято решение построить новое учреждение. На сегодняшний день выполнены работы от основ зеленых насаждений, устройство временного ограждения, вертикальная планировка, устройство временных дорог, заработка под плаваном под все здание. В настоящее время ведутся работы, это забивка свайк. На 1 июня приняты работы на сумму 44 миллиона 200 тысяч рублей. На следующий год запланированы работы по внутренней отделке здания. Школу планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. На обсуждение также вынесли вопрос окончания строительства корпуса начальной школы Теренгульского лицея при УЛГТУ. Он будет рассчитан на 300 мест. Работы на объекте практически завершены. В сентябре этого года линейка для юных лицеистов пройдет уже в новом здании. Стены силикатного припеча, посадная отделка, штукатурка, посадки с утеплением. Кровля скатная 90%, 10% мягкой кровли на центральном крыльце. Школа оборудована пассажирским литом. Глава региона пообещал в ближайшее время приехать и лично осмотреть готовый к сдаче объект. Острый вопрос стоял со строительством футбольного манежа на улице Шолмова в Ульяновске. Русских отметил, что сроки срываются. Подрядчику грозят срывом контракта. Речь не идет о том, чтобы предраться к этой компании. Абсолютно нет. Нам нужно, чтобы контракт был выполнен в сроки и с надлежащим качеством. Что мы делаем для себя, для ульяновцев, для наших детей. Также на особом контроле главы региона остаются реставрационные работы в Ленинском мемориале. При прошлом посещении Алексей Русских заметил нарушение строительных технологий. Было дано поручение профильному ведомству провести независимую экспертизу. Для этого Департамент автомобильных дорог осуществил отбор проб цементно-песочной смеси, которые были отправлены в лабораторию. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.